различать. И здесь апостол Павел пишет, не хочу оставить вас, братья, в невидении о дарах духовных. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам так, как бы вели вас. То есть, хочешь, не хочешь, тебя куда-то ведут. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафемы на Иисуса. То есть, никто не будет, если ты человек, на самом деле, там, говорит Духом Божьим, да, ну, иногда приходит, там, вот, сегодня Татьяна свидетельствует о том, что я молилась в Духе, да, ну, верующие люди поймут. Если человек молится в Духе, а кто-то может сказать, придет в собрание, скажем, кто-то молится Духом, да, это там бесы, там, что-то беснуется, что-то там, какие-то они ненормальные, да. Вот Писание говорит, что никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафемы, то есть, проклятие на Иисуса, потому что, ну, это грех хулы. И никто не может назвать Иисуса Господом, и смотрите внимательно, никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. То есть, одержимый человек или бесовский дух не может произнести или назвать Иисуса своим Господом, потому что это абсурдные вещи. То есть, бесовский дух это не сможет сделать, он начнет проявляться. Когда приводят человека, да, ну, приводили ко мне в Казахстане, много людей, и я говорил о том, что, вот, хотите вот сейчас увидеть, слава Божию, вот этот человек, то есть, я к нему подхожу, называю его по имени, говорю, как имя тебе. Иногда бывает так происходило, что бес называл, не человек называл свое имя, а бес называл свое имя. И Библия приводит такие примеры. Я говорю, тебе прямо сейчас надо назвать Иисуса Христа своим Господом. Иисус твой Господь. И вы знаете, одержимый человек начинал бесноваться. Он начинал изрыгать проклятия. Называл Иисуса Христа всякими различными такими нарицательными словами. Человек неодержимый, он просто произносил за мной слова покаяния. И вот здесь вот, например, если речь идет про мальчика, мы можем, конечно, помолиться властью церкви, да, связать беса, запретить ему и выгнать вон. Из этого тела, из этой жизни это произойдет. У нас в Казахстане была обученная молитвенная команда, которая молилась за одержимых, и одержимые люди получали освобождение. Слава нашему Богу. Здесь пока еще такой команды нет. Молитвенная группа, она только поднимается. Но мы имеем такую власть. И вот здесь, по опыту, что я могу сказать вот этим родителям. Родители, если ваш ребенок вот так вот беснуется, или бьется головой там о стены, или изрыгает какие-то вот такие вот проклятия, если он умеет разговаривать, то вам надо привести его в церковь, в живую церковь Иисуса Христа. Представить его священнику, чтобы священник за него помолился, связал этого беса, и привести этого ребенка, если он умеет говорить, привести его к молитве покаяния, чтобы его душа произнесла, что кроме того, что он кается, да, что он просто призывает имя Иисуса Христа в свою жизнь, назвать Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. И сказать, Иисус Христос мой Господь и мой Спаситель. Скажи да и аминь. Если ребенок не может и пока еще не умеет разговаривать, то очень важно в собрании святых просто отдать жизнь этого ребенка, посвятить этого ребенка Господу Иисусу. Просто доверить его в руку Божию. Просто помолиться, связать всякого духа нечистого во имя Иисуса Христа. И сегодня была очень мощная вот так хвала, поклонение, да, мне просто пришло, что у нас сегодня также и служение освобождения. И оковы падают и сегодня. И мы сегодня коротко помолимся, мы не будем долго молиться за этого мальчика, которого зовут, как и царя Давида, его зовут Давид. Он живет в Польше. И вот сегодня, да, на самом деле, просто пусть Бог явит свою славу. Но я знаю, что по опыту. Я знаю, что Бог не освобождает просто так. Вот если Бог освободит сегодня ребенка, да, но эти люди не воцерковлены, в этом нет практически никакой пользы, потому что через какое-то время он опять начнет бесноваться. Бог хотел бы, чтобы вся вот эта семья через вот эту ситуацию пришла к познанию живого Бога. Слышите меня? И поэтому Бог будет вести целую семью. Слышите, да, те, кто вот сегодня пришли с этой нуждой. Важно донести до этой семьи, что им надо найти церковь живого Бога, им надо всей семьей обратиться и покаяться, и вручить своего, ну, мы, например, своих детей, мы посвятили, то есть наши дети родились, и мы посвятили Господу Иисусу Христу. Их жизни, они просто вот на самом деле и по сей день находятся в руках Божьих, и мы по сей день об этом не жалеем. Просто этого ребенка надо просто доверить единственному спасителю, единственному освободителю, единственному тому, кто дает жизнь и жизнь вечную. Скажи, если согласен, аминь. Коротко мы просто помолимся. Дорогой Господь, для Тебя нет расстояния. К Тебе когда-то приходили люди, приходили родители, говорили, дочь моя беснуется в Новолунии, сын бросается. И ты просто говорил какие-то слова. Да будет свободен. Связывал Духа, хотя этот человек не находился. Этот парень, эта девушка находились далеко. Ты просто, Иисус, произносил слова. И мы сегодня также произносим слова, которые имеют силу только имени Иисуса Христа, именем Иисуса. Вот прямо сейчас мы связываем Тебя, Дух нечистый, в жизни Давида, властью Церкви, которую Бог даровал нам. И мы повелеваем Тебе, убирайся вон, прямо сейчас, из-за этой жизни, из-за этой семьи. Господь, мы вручаем эту ситуацию в Твою любящую отцовскую руку. Приведи, Господь, пусть через эту ситуацию, через эти обстоятельства, вся семья поверит в то, что Иисус Христос Господь. Что Иисус Христос есть Бог, который сегодня спасает. В Нем нет ни тени, ни перемен. Он вчера, сегодня, во веки тот же Бог. Бог спасающий, Бог освобождающий, Бог исцеляющий и Бог воскрешающий, для Которого нет ничего невозможного, Который все может. И многое может усиленная молитва праведника. Господь, мы просто продолжаем полное освобождение. Пусть это не сегодня произойдет, но оно уже произошло на Голгофском кресте. Во имя Иисуса Христа, Давид свободен сегодня. Слава Тебе, всемогущий Бог. Пусть эта ситуация послужит Твоей славе. И любящим Бога, так написано, и призванным по Твоему соизволению, Ты призываешь эту семью прямо сейчас. Слово Божие говорит, что все содействует ко благу. Эту ситуацию ко благу. Эту ситуацию, чтобы эта семья вся воцерковилась, и познала, и утвердилась, и пребывала во славе Божьей. В познании, непрестанно познание Господа Иисуса Христа. Тебе за все слава, честь и хвала, Владыка. Мы благословляем жизнь Давида. Аллилуйя, Отец всей этой семье. Аллилуйя, Аллилуйя. Мы молились в молитве согласия. И Церковь Божия, которая имеет полноту власти Иисуса Христа, да скажет Аминь. Слава нашему Господу. Мы еще коротко помолимся также за...